это касается всего вот допустим у человека рак что делать он не знает что делать он не знает то ли будет он жить то ли нет у него нет знания а это действительно болезнь такая что или ты будешь жить или нет вот я после вас поеду в одно место в бельгии место называется рода дэш там ведический такой комплекс там есть монастырь там есть люди приезжают как турист там лекции читаются там поклонение идет там живет одна женщина которая она отреченный образ жизни ведет и разок она меня спросила говорит у меня есть рак такой сдала мне вопрос я смотрю и у нее в организме есть опухоль злокачественная нашел ее в легком правом я говорю у вас есть опухоль вот там она говорит правильно молодец я удивился реакции потому что обычно люди пугаются вот она мне рассказала что когда она была молодой и было 20 лишним лет ты поставить диагноз этот рак легкого и ну как бы предложили есть сразу операцию то есть вырезать легкой начать такая покалеченная жизнь я вам не говорю сейчас что вам надо делать то же самое я вам предлагаю всем операцию но это была необычная женщина и сейчас она необычная женщина она выбрала другое она сказала господь я отдаю тебя себя тебе дальше решаем не жить или умереть и она пошла просто монастырь все отказалась от личной жизни отличного счастья начала только для бога жить мне опухоль остановилась прошло 40 лет она не вымер не выросла не на миллиметр но и при этом не рассосалась меня живет с этой опухолью зная что она если перестанет жить для бога то у ней жизнь закончится но я просто вам этот пример перевожу что не бывает безвыходных ситуаций приведу вам другой пример в одном святом месте один человек умирал от рака лимфатических узлов они дали метастазы по всему телу и несколько метастазов голове сделала так что он уже себя не помнил он был без сознания этот человек на самом деле его дочь мне сказала пожалуйста если можешь помоги я говорю я никогда не вылечил рак но я знаю что на него может подействовать она говорит ну тогда делай я нашел деревьев корол деревьев иногда короче деревьев может вылечить рак я как бы начал привязывать его телу корол определенного дерева и у него через две недели рассосались метастаза в голове он начал все понимать соображать не то есть стал нормальным человеком потом дальше не пошли рассасываться по телу метастаза разные он начал уже сидеть ходить начал ходить в храм не румянец появился на лице вот теперь послушайте мне интересно как этот человек относился к жизни послушать это очень важно я ему говорю вову мы вылечиваемся он горит я не знаю игры ну вы же уже как бы уже в сознании уже вот так 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 и это у вас и про метастазы чувствовались они рассосались то есть они под кожей были рассосались он горьда рассасывается я согласен говорит но я еще не знаю чего хочет господь оставить меня здесь или дальше я смотрю он об этом говорит вообще очень спокойно и для меня это был шок потому что я тоже много книжек читал о том что мы вечные но чтобы увидеть что человек даже не абсолютно не шелохнулся чтобы об этом сказать он горит я помолюсь немного и тебе дам ответ ты лечи все делай свое дело я тебе дам ответ что бог хочет и тогда посмотрим дальше он помолился и в какой-то день он такой просветленный был я говорю наверное вам бог дал ответ он говорит точно и он я говорю какой ответ он говорит твое лечение подействовало я гура для того чтобы я ушел из жизни в сознание ответ такой что бог планирует меня в другом месте у меня есть для него дела в другом месте здесь дела закончили такой ответ я был шоке я говорю но я буду вас лечить и хочу вас вылечить он говорит замечательно продолжать через несколько дней мы ставим ему кору ему в коре становится хуже я пытаюсь по-другому там менять лечение все ему не может носить лечением увлечение хуже становится то реальный факт хотя до этого помогал я снимаю с него лечение все и у него начинает увеличиваться опухоль дальше и он говорит не волнуйся все будет хорошо я уже знаю когда мне уходить я были когда и он как бы назвал дату и в этот день он собрался самых близких людей своих они начали молиться все вместе и он с улыбкой на лице в состоянии счастья ушел из тела вышел из тела тот человек сдал все экзамены в своей жизни он отправился туда где нам и не снилось понимаете потому что он прожил правильную жизнь при этом он не добился там каких-то высот плане бизнеса там и так далее он просто знал в чем является высшая цель человеческой жизни а мы не знаем в этом заключается проблема большая но это высшая цель человеческой жизни дает возможность даже уходить из жизни с радостью потому что каждому придется уходить из жизни мои дорогие друзья когда у человека рак неизвестно то ли вы лечишься то ли нет но я хочу вам сообщить одну интересную новость я могу вам помочь чтобы его не было но если вы будете меня слушаться в этом вопросе но гарантии нет потому что бог решает конечно все эти все итак смотрите у нас есть тонкое тело или психическое тело да там есть психические каналы в эти каналы забиваются в разной степени когда канал забивается очень сильно то тонкое тело перестает контролировать все пространство грубого тела святое место пусто не бывает поэтому туда попадает душа агрессивно настроена с другим тонким телом или психическим телом который называется злокачественная опухоль злокачественная опухоль это не простуда хотя простуды это тоже вирусная инфекция есть гастрит допустим это просто механика понимаете нарушение движения энергии там этот гастрит никто не провоцирует это просто энергии все ее можно энергии вылечить но злокачественная опухоль это не просто энергия там есть душа это другая жизнь она вторгается в нашу чтобы разрушить ее почему потому что тело человека не контролируется им самим запомните что как наше тело контролируется только аскезой если человек не совершает аскез для тела жизни значит он нет гарантии что он не заболеет какой-то агрессивным каким-то заболеванием которое его разрушит понимаете если мы живем ленивой жизнью ведем ленивую жизнь значит шансов нет не получить какой-то разрушительный процесс в организме потому что время которое действует в этом мире оно нас движет к все большим экзаменам каждую секунду время ставит тело но понимаете само старение тела достаточно медленный процесс люди в основном погибают от старения психического тела психическое тело стареет только от того что мы ведем ленивую жизнь нет другой причины если мы не хотим вкладывать силы в свое здоровье значит здоровье не будет еще раз напомню вам что если вы чувствуете что сковывает тело значит нужны статическое упражнение статика и подвижная гимнастика и подвижные упражнения убирают этот сковость скованность и в тонком теле тонкое тело омолаживают очищают эти тонкие каналы и человек может иметь гарантии что он дальше будет спокойно жить не болея если человек чувствует вялость слабость у него не хватает сил ни на что значит тогда или чувствует боли в теле боли появляются в теле болит то болит все значит ему не хватает динамики не сковывает тело болит суставы болят позвоночник печень там голова значит ему нужно движение длительное движение это может быть длительная ходьба или бег еще лучше если человек ослаблен ему лучше ходить сначала постепенно когда он набирает силу он может начать бегать не надо сразу в голову потому что вы можете дорвать организм он не готов к нагрузкам понятно если человек чувствует что у него тело растекается начинает поправляться полнеть это тоже с признак старости и в этом случае нужный нужен пост пост не означает не есть весь день есть разные виды поста например я просто вот пью водичку до обеда это тоже пост он рассасывает ненужные вещества но если вы хотите похудеть пост надо сочетать с движением есть несколько правил возможности похудеть первое правило кушайте хорошо обязательно один раз в день обязательно наедайтесь или он иначе вам придется наесться вечером то есть наедайтесь в обед каждый день кушайте хорошо в обед и потом дальше вечером или просто вода или допустим фрукты если вам жарко жить или просто тушеные овощи без масла там слишком много соли перца там и так далее и вы будете худеть если в том случае если вы будете двигаться каждый день статические упражнения похудеть не помогут уже нужно движение вам не хватает движения знаете что если вы поправляетесь этот признак старения тело стареет тремя способами слабеет деревенеет и толстеет да иногда бывает так что тело худеет это тоже признак старения ну то есть человек ничего не усваивается но вот когда тело худеет некоторые думают что надо больше есть как вы думаете когда тело худеет это что значит это значит что она слабеет значит надо что делать бегать двигаться то есть человек который худеет он должен двигаться интересно знать что когда человек худеет он начинает двигаться он еще больше худеет сначала а потом начинает поправляться уже